Здравствуйте! В этом выпуске мы сделаем чипати, простые лепешки, которые состоят всего из трех ингредиентов. Это мука, вода и соль. Это очень простой хлеб, который можно сделать дома и подавать его практически каждому блюду, каждому приему пищи. Итак, еще раз посмотрим, какие ингредиенты мы возьмем. Мука, вода и соль и сливочное масло для смазывания. Сливочное масло можно растопить, можно оставить его кусочками. Муку смешиваем с солью и с водой. Мешиваем однородное тесто. Берем комочек теста и тонко его раскатываем. Сначала в одну сторону, в другую. Стараемся сделать круг. Если вы хотите идеально ровную лепешку, можно взять тарелочку и вырезать по форме тарелочки. Ну, меня устраивает. Ну, окей, все просто. Разогреваем сковороду и на разогретую сковороду кладем лепешку. Мы жарим без масла, переворачиваем. Теперь на открытом окне даем ему повздуваться. Вот так, отлично. И смазываем маслечком. Выкладываем лепешечку один на одну. И таким образом сохраняется дольше тепло, и они остаются горячими. Их можно хранить под фольгой, тогда они тоже сохранят свое тепло и пропитаются очень хорошо маслом. Или закрыть плотно какой-нибудь тарелочкой. Но если вы закроете совсем их какой-нибудь пленкой, то там появится конденсат. Поэтому лучше всего их подавать свежими и сразу же есть. Все, лепешечки готовы. Они пропитались маслечком. Их можно подавать, они еще горяченькие. Очень хорошо, что когда мы их готовили, они вздувались. Это придает им такую особую воздушную структуру. И они намного приятнее на вкус и лучше перевариваются. Так что делайте лепешечки, будьте счастливы и приятного аппетита!